Всем пушистых кроликов, меня зовут Чаби и добро пожаловать во второе видео, посвященное вселенной мультфильмов Барби. На повестке дня у нас трилогия про фею Элину. Разберем ее историю, поговорим про миры персонажей, а также ответим на вопрос, нужна ли была вообще эта трилогия. Так что готовьте волшебный чай Азуры, пирожный мир феи и мы начинаем. Барби сказочная страна, 2005 год. Мультфильм повествует о бескрылой фее Элине. Отсутствие крыльев, местный буллинг среди феи и Элина попадает под раздачу. Так, стоп, а почему этих бескрылых фей никто не стебет? Феи сообщают, что Топас, одну из страж, похитила Лаверна. Ой, ради бога, она ведь не существует. Эээ, а почему сестра-близнец главной волшебницы у них за миф считается? Затем нас переносит в логово Лаверны. Ей нужна власть и обожание. Ее план распылить по волшебной стране дым, лишающий способности летать. И только она сможет всех спасти от себя. Зачем всех отравлять и трындеть об этом? Все знают, что это ты. Какой, блин, любовь и обожание. Пион, дом Элины, перестал привычно петь. Для Элины это стало знаком, что, возможно, феи были правы. Дэн Дэлайн, подруга Элины, сообщает, что у феи появились траблы с полетом. Девушки с пушком Элины Библовым отправляются за помощью к ближайшему стражу Азуре. Дэн Дэлайн не может лететь из-за травы в воздухе и разворачивается к дому, потому что ходить она не привыкла, как я после карантина. Если ты не попадешь домой до темноты, даже не представляю, что будет с твоей мамой. Она запаникует. Мама? Так как вообще рождаются феи, типа, так же, как и люди? Тогда где родители Элины? Она сирота? Ну, пипец. Бескрылая, считай, среди фей инвалид. Еще и сирота. Снова мы у Лаверны, которая похитила еще одного стража, и теория, что феи размножаются так же, как и люди, становится правдивой. Феи-мальчики тоже существуют. Лаверна настолько тупая, что стремится к всеобщему обожанию, но всем рассказывает про свои злодеяния. Ах, как они тебя сделают королевой, если ты уже всем показала, что ты чмо? Элина с Библом Повези мне Библ! Добираются до дома Азуры и прячутся от стражи. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Знаешь, у тебя в глазах радуга. Знаю, я другая, вот и все. Да, тебя ждет сюрприз. Азура укладывает Элину спать, и я одна вижу эту искру, ну посмотрите, они же как парочка. Азура отдает Элине свое ожерелье и отправляет Элину к Далии, бывшей сотруднице Лаверны. А Библа с утра пораньше она отправляет за своим другом бабочкой Кью, который поможет добраться до этой самой Далии. Азуру похищают и приводят к Лаверне. Ты всегда держишь своих гостей в качестве пленника? Я спрошу только раз, где твое колье? Где оно? По-моему, ты сказала, что спросишь только раз. Азура, ты крошиха. За нашей командой тем временем охотится жар птицы Лаверны, которые боятся воды. Ребята спускаются к реке и знакомятся с русалом Налу. Он кормит их водорослями, позволяющими дышать под водой, и команда спасения продолжает свой путь в плащ. Знаете, что я говорю себе в такой день, как сегодня? Принц Налу, ты получил этот дар. Эй, летун, ты знаешь, как резко ты снизился? Некоторые из нас пытались... Налу тут какой-то додик, странное самолюбование, его парочка фраз прописанных уже некуда. И что это за переглядки? Что за искры? А как же Азура? Летающая болезнь вскоре касается ЭКью. Элина идет к Далии сама. На пути появляются два чубрика, назовем их Биба и Боба, которые будто вылезли из видеоигры. Они совершенно не сочетаются с этим миром и моделькой Элины. Биба и Боба приводят ее к Далии. Фея сначала сопротивляется помогать, по что после работы на Лаверну ей никто не доверял. Позже под речами Элины она ломается и соглашается помочь. Главное наше преимущество это внезапность. Лаверна никак не ожидает, что за ней придет такая компания. Такая компания, конечно! Ребят, ну это разнос. Лаверна снова рассказывает про свои гениальные планы. Сила всех ожерелей наполнит кристалл и Лаверна станет всесильной. Если поместить его в нужное место, как захватывающе, ничего не случилось. Азура шикарна и точка. Ребята тем временем прибегают в логово Лаверны. Начинается беготня в стиле Том и Джерри между фангаями и нашей матерой компанией. Всех, кроме Элины, повязали. Элина без какого-либо плана приходит к Лаверне. Лаверна дарит Элине крылья и наказывает ей повесить ожерелье на Азуру. При таких условиях крылья останутся с ней. Элина в последний момент кидает ожерелье в кристалл и разбивает его. Ну да, никто же не мог бросить в кристалл ожерелье. Ну или камень. Короче, Элина всех спасла. В конце прилетает волшебница с голосом Лаверны, что выглядит немного кринжово, и дарит Элине крылья. А раньше, типа, нельзя было подарить? Элина же по-любому бесполезна для страны была, раз у нее не было крыльев. По крайней мере, нам дали понять, что для фей крылья, как зрение, без них можно жить, но сложнее и требует привыкания. И еще вопросы. Если бы Элина всех не спасла, то так бы и осталась без крылой? А на Авито там у тебя крылья заказать нельзя, а то больно дорого они обходятся. Вот жопа ты с ручкой, конечно. Ну ладно, нет, ну тут уже мурашки. Да, признаюсь, очень красивая и трогательная сцена. Очень у меня много вопросов по окончанию первой части. Про устройство этого мира, про персонажей. Элина вообще получилась какой-то сухой и картонный. Библ и то более многогранным получился. Азура Краш, а Лаверна невероятно глупая злодейка. Развитие персонажа у нас. Это точка А. Элина без крыльев лежит на лугу. Точка Б. Элина с крыльями летает над лугом. Слабоватое развитие. Для примера взять ту же историю Рапунцель, где точка А. Рапунцель не доверяет миру из-за наказаний Готель. Рапунцель прислуга и позволяет над собой издеваться. Рапунцель сирота. Точка Б. Рапунцель принцесса, нашла родителей, исполнила мечту, живет на свободе. Понимаете, да? Сыро. Ставлю этой части 6 библов из 10. Барби Мермедия, 2006 год. Картина начинается с того, что Азура, Ака Джоан Роллинг в каждой книге пересказывает нам события предыдущей части. У фей, как обычно, нет никаких дел, кроме бессмысленного полета над лугом. За Элиной следует морская бабочка и сообщает, что Налу похитили фангая Лаверны. Но что я могу сделать с фангаем Лаверной? Может поговорить с Азурой или другой феихранительницей? Или с волшебницей? Нравится тут факт, что Элина предлагает попросить помощи у старших фей. Но дабы двигать сюжет, бабочка говорит, что на это нет времени. Далее нас переносит к Налу и фангаем. От принца Лаверне нужна волшебная ягода, съев которую ты будешь неподвластен к лодовству. С помощью запугивания отравить Мермедию, фангая вынуждают Налу показать, где находится ягода. Знаете, что непонятно? Почему Лаверну не заперли? Почему за ней не следят? Почему фангай на свободе? Они смогли спокойно похищать стражи, они не менее опасны. Почему главные феи оставили их без контроля? Лаверну просто изгнали на болотце и заколдовали. А следить за ней не нужно, не? И вы еще удивляетесь, что она принимает попытки сбежать и мстит. Элина, следуя за морской бабочкой, замечает отравленную фангаями воду и русалку, зовущую Налу. Узнав, что это подруга принца Нори, Элина незамедлительно спешит познакомиться и попросить помощи. Послушай, конечно, Налу будет рад тебя видеть, но у нас здесь с ним свидание, так что будет лучше, если ты вернешься к сказочной границе. Ой, Нори, наверное, чувствовала, как они в первой части переглядывались с Налу. Нори сообщает, что найдет суженого сама и уплывает. Элина обедает водорослями и отправляется за русалкой. Элина с друзьями находят Нори и... Перестаньте, мы с Налу не собираемся жениться. Он принц, не забывайте, а я простая русалка. Кому ты звездишь? Что за вызывание жалости? Да, поэтому вы свиданькаетесь. Ну да. Но у нас здесь с ним свидание. Нори сообщает, что чтобы найти Налу... А сейчас, внимание, отслеживание по GPS люди изобрели во второй половине 20 века. Люди до этого. Глубокий вдох и... Чтобы найти Налу, нужно сначала найти прорисовательницу Дельфин, которая должна сообщить, где он. А чтобы найти Дельфин, нужно спросить у Мерфея, где она. Благо, Мерфея мы уже нашли. Но чтобы спросить у Мерфея, где она, нужно попасть к ним домой. По-другому они не скажут, потому что они в своего дома только играют и никого не служат. Раунд! С помощью обаяния Библа, Элина попадает к ним домой и в ответ на свой вопрос про Дельфин получает какую-то бессмыслицу. Хочешь найти Дельфин? Проще ничего нет. Пойди, спроси у Феи. Они знают ответ. У Дельфин есть секрет, но она не скажет. То, что скрыто внутри, ни за что не покажет. Волшебный гид. Чего, блин? Я одна не поняла эту дохренологичную цепочку. Нори, бросив Элину, рванула к волшебному гиду. Пока Элина догоняет ее, я вам скажу, что я обожаю Нори. По сравнению с прошлым фильмом, где все Элинку облизывали своей помощью, здорово встретить персонажа с яркими чертами характера. Нори ревнует, не доверяет, немного гордыни, не помогает Элине, а делает так, что Элина помогает ей, выходя на первый план. Оттого, даже если посмотришь мультфильм один раз, тебе хорошо запоминается персонаж Нори. Ты говоришь, что вы с Налой подружились? Да. Он мой хороший друг. Просто хороший или очень-очень хороший? Когда я узнала, что не нравлюсь тебе очень-очень, то поняла, что и ты мне не нравишься очень-очень. Приплывает накрашенная улитка Гид, приглашая к себе на борт. Элина вспоминает бессмыслицу, сказанную Мерфеей, и просит улитку приоткрыть панцирь. Из панциря выплывает русалка, отвечая на вопросы девочек речными фразеологическими оборотами. Элина снова каким-то магическим образом понимает, что эта улитка-прорицательница. Я, видимо, еще слишком тупа для этого мульта, ибо я вообще не понимаю логику этих догадок. Помогите. Значит, вы ищете Налу, не так ли? Вы знаете, где он? Знаю, но я вам не скажу. Спасибо за помощь, тебя тоже вообще-то отравит стерва. Улитка говорит, что чтобы найти Налу, нужно пройти через грубину отчаяния и найти зеркало тумана. Ты же знаешь, где Налу. Зачем ты их посылаешь за всякими испытаниями? Также сообщает, что Элине придется лишиться крыльев и поменять их на хвост и дает ожерелье. Если все бусины побелеют, а Элина не успеет выбраться из воды, то она навсегда останется русалкой. Стоп, стоп, стоп. Нам четко дали понять в первой части, что крылья Элины работают от медальона. Почему бы не снять его, надеть русалочи, а потом обратно? Или ожерелье для хвоста блокирует ожерелье крыльев? Можно было показать, что крылья приросли магией, они появились от медальона. Хотя бы. Далее мы переносимся к Налу и знаете, вот в этой части он классный. Держится уверенно, одновременно запудривая мозги Фангаем, заботясь о своих подданных и тянув время для Элины. Коротко об этой сцене. Тут показывают, что Фангаем нужно прыгнуть в водоворот, чтобы найти ягоду. Поехали дальше к Элине и Нори, спускающихся в глубины отчаяния. Нори, ты можешь взять ее за руку? Элину сносит, Нори попадает в ловушку, фея меняет крылья на хвост и спасает русалку. Появляется рыба и вместо ответа пытается затуманить цель девушек странными вопросами. За то, что вы прошли глубины отчаяния, вы сможете узнать что угодно. Например, любит ли вас тот, кого любите вы? Это можно спросить. Или суждено ли вам быть феей с крыльями? Она уже была феей с крыльями и у нее вообще-то есть возможность вернуться назад. В общем, девочки видят, что у Налу висит непонятно где и вместо четкого ответа, где это, рыба создает пузырь-маяк и велит следовать за ним. Какой вообще толк от этих провидец? Почему вы нихрена ничего не рассказываете? Вы же сами живете в мир меди, которую намереваются отравить. Бестолычи. Девушки проходят через пещеру с вулканами и попадают в место, где растет множество разных ягод, которые дают самый разнообразный эффект. Начинаются мои любимые сцены с Библом, пожирающим ягоды. Библ? Как вкусно. Библ? Русалки наконец-то находят Налу и с помощью Библа Сария и Царица Ночи отвлекают фангаев. Принца спасли и с фангаями начинаются догонялки за волшебной ягодой. Пошла напряженка, когда у Элины остается мало времени находиться под водой. Она выбирается на сушу вместе с ягодой, но тут приходит фангас и грозит отравить мир медию. Элина отдает ягоду взамен на бутыль с ядом, но гоблин кидает его в воду. Элина мчит за ним, спасает мир меди и возвращается в воду в облике русалки, так как последняя бусинка стала белой. Девочки успокаивают Налу, что фангай унес фальшивую ягоду, которая показывает истинное я, а настоящую просят спрятать. Вопрос. Почему ее просто не уничтожить? Вы ей не пользуетесь? Тогда нахрена она вам, чтобы дать соблазн злодеям? Ребята скармливают Элине ягоду, показывающую истинное я, и Элина получает свой энчантикс, а Лаверна превращается в лягушку. Конец. Итак, какие же здесь плюсы по сравнению с первой частью? Лаверны нет, но чувствуем ее могущество. Ее действия хоть как-то оправданы, раз волшебная ягода способна дать иммунитет от постороннего колдовства. Нори. Я уже говорила, что люблю ее. Испытания на пути к цели. Какие были испытания на пути к Лаверне у Элины в первой части? Спрятаться от стражи Азуры, поплавать с Налу, поболтать с Далией и кинуть кристаллово жерелье. Теперь здесь. Променять любимые крылья на русалочий хвост, пройти пещеры с вулканами, рискнуть дорогим ради спасения даже не своего мира. И да, еще плюс на кону жизнь Мермедии. Что было в первой? Феи не могли летать? Ну, из-за того, что нам не показали, в чем смысл крыльев, кроме бессмысленного летания над лугом, не чувствуется сильных рисков. Тем более показано, что Элина большую часть жизни не летала. Не только у Шерека сиквел лучшей первой части, но и у трилогии Элины. Что у нас здесь с развитием Элины? Вообще особо ничего, кроме того, что она убеждается, что заслужила крылья, потому что вначале еще не верит в это. Большее развитие мы скорее наблюдаем в отношении Нори к Элине, где первая усмиряет гордыню, начинает доверять, а в конце и вовсе она подала Элине идею съесть ягоду. Элина как была доверчивой ко всем, так и осталась, как относилась к Нори спокойно, так и в конце относится. Если заменить для Элины Нори на другого персонажа, то особо ничего не поменяется, но если для Нори изменить Элину на другого персонажа, то тут уже ее отношение изменится. Ну и вторая часть у нас получает 8 волшебных ягод из 10. Барби волшебная радуга, 2007 год. Снова включается режим роулинг, идет описание предыдущих частей. Феи снова тупо летают туда-сюда. Одинаковые модельки феи донимают Элину расспросами про ее подвиги. Прилетает Азура почаемничать. Мне вот интересно, из чего они делают чай? Они же живут в цветах из травы вокруг, но она же тоже большая. Они едят свои дома. За кружкой чая Азура сообщает, что изобрала Элину себе в учениц и изучать полеты весны. Уроки будут проходить в Хрустальном дворце. Тем временем лягушка Лаверна приказывает замученному фангаю следить за Элиной. И опять никто эту лягуху не охраняет. Клево. Ничего не скажешь, просто во. Элина прибывает в Хрустальный дворец и знакомится со своими сокурсниками. Мальчиком кустом с My Little Pony. Ее имя Линдон. Линдон? Лунной клизмой. Ужас. Привет, я Алюмина. Очень приятно. Кваш. Чего? Скажите мне, что я не одна услышала, как Биббл сказал Камон. Кваш. Знакомиться с психичкой, летающей с помощью волос. Ты должна просить прощения. Я пришла сюда, чтобы узнать свое будущее. Я не слушаю тебя. Вот и все. Вон отсюда. Выпей корвалол, пожалуйста. С нарциссом. Газлайтершей. Ты меня вообще не интересуешь. Я спасла сказочную страну и все должны с благодарностью склониться передо мной. Что? Главное, меня это не подкупает. Меня тоже не подкупает. Я никогда не говорила этого. Вы только послушайте. Я сижу в своей комнате, а ты врываешься и начинаешь на меня орать. Я не ору. И принцессой пупыркой с пушком, как Биббл. На следующий день хранители рассказывают, что полет весны – это освобождение магии радуги. Извлекают свет из воды, направляют и освобождают первую радугу весны. Если кто-то лопухнется, то настанет 10 лет зимы. Ребята получают расписание и отправляются на уроки. Первый урок заканчивается тем, что Элина еще больше херит свои отношения с газлайтершей, потому что не смогла сконтролировать свою магию. Второй урок танца преподает хранительница, похожая на Фросю Бурлакова из фильма «Приходите завтра». Элина показывает хорошие результаты и теперь бесит всех, кроме мальчика куста и пупырки. Ебать брови, простите. Тем временем Лаверна покидает болото в образе лягушки, а Фангай заколдовывает и оставляет себе на замену. На уроке Азуры Элина уже почти дерется с газлайтершей Самберс, заколдовывая друг друга. Азура расколдовывает девушек магии Винкс. Элина гуляет с Линдоном, мальчиком кустом, и оба замечают накрашенную лягушку. Никого, ничего, естественно, не смущает. Мальчик куст умеет говорить на Квакушинском, и лягушка толкует, что ее заколдовали. Элина колдует заклинание Винкс Азуры, и Лаверна такая... Ну шо? Пойди, соскучились! Элина летит к стражам и сообщает Азуре проблему. А те ей не верят и на всякий случай увеличивают меру безопасности. Пипец, видимо, даже для вас Лаверна настолько отстойный злодей, что и вас не пугает. Лаверна превращается в Самберс и начинает себя нормально вести с Элинкой. Назначается вечерний патруль, и первыми дежурными Азура назначает Элину и Самберс. Интересно, Азура специально решила их сцепить, видя, как они общаются. Ночью Фангай отравили всех стражей. В кои-то веки, слава богу, прилетает волшебница, чтобы хоть что-то сделать, и говорит, что теперь Танец Весны должны выполнить ученики. В следующие минуты мы наблюдаем за уроками от волшебницы. И вот за два дня учебы они уже готовы. Нахера только нужны столько педагогов, если волшебница справилась за два дня сама? Ребята начинают колдовать и танцевать. Во время танца у Лаверны случается словесный понос, и она раскрывает себя. Элина прерывает танец, чтобы найти настоящую Самберс. Получается, Элина пропускает танец, а это никак не влияет вообще на раскрытие цветка? Все не нужны для танца, что ли? И как они вообще намереваются раскрыть цветок, если настоящая Самберс пропустила все обучение? Очень странное мероприятие. Элина находит фею в озере, и обе спешат раскрыть свой цветок. Прошу прощения, продолжаем. Лаверна кидает заклятие, но Элина заслоняет с собой цветок. Ребятки дают Элине радужную подпитку, и та получает свой беливикс. Магии радуги истребляет Лаверну. Нет! Нет, я ненавижу радугу! Ржу. Госдума против ЛГБТ. Цветок в итоге все равно потух, и начинается Джингл Беллс. Интересно, почему главная волшебница ничего не делает, а просто наблюдает? Ну, хоть и ребята не стоят на месте и продолжают вокруг цветка водить хороводы. Раз, два, три, елочка горит, цветок раскрывается. Стражи выздоравливают, волшебница толкает речь, собственно, только болтать она и умеет. Я вас поздравляю. Вы вполне заслуженно получили высшее образование. Чего, блин? Высшее образование? А остальные феи? И что теперь? Где работать? Подставку для кружки подарили? Все как в жизни. Ребята прощаются, у подружки Библа выпадает зуб, Элина улетает в радугу, и на этом история Элины заканчивается. Эта часть пролетела быстрее всех. Не было особо никаких приключений и переживаний, и все было предсказуемо. С самого начала было понятно, что Лаверна тупо попытается помешать раскрытию цветка. На протяжении всех трех частей Лаверну не могли ни истребить, ни нормально запереть. Но зато, когда она захотела Новый год, то все, пощады не жди, сволочь. Любительница зимы, видите ли. Элина здесь еще больше никакая. Ладно бы у нее не получалось что-то в магии. Она недавно бескрылая вообще была. Но нет, здесь все легко получается, и тебе даже негде переживать. Если в первой части персонажем с характером была Азура, во второй Нори, то тут все очень плохо. Все персонажи пустые, не цепляющие, да жути скучные и предсказуемые. Вот у Элины есть соперница, два добрых друга, а также психичка, нарцисс и их подпевала. Никто особым образом на развитие главной героини или истории не влияет. Самый лучший, как всегда, только Библ. Ставлю третьей части 5 газлайтерш из 10. Даже 4. Элина как персонаж перед нами не раскрылась. Ее рост виден только в ее нарядах и размере крыльев. Как в новых сезонах Винк, собственно. Добавили бы хотя бы трусость первой части, чтобы в третьей она осмелела. Банально? Да. Ну хоть какое-то развитие. Как персонаж, не самая лучшая и одна из плохо прописанных в Барби фандоме. Третья часть по факту вообще не нужна. Никак не закрепляет и не подкрепляет сюжет. В конце второй части мы убедились. Элине суждено быть феей с крыльями. Это ее истинное я. Теперь их у Элины никто не сможет отнять. Она знает, что они были предначертаны ей судьбой. Если в первом фильме она еще сомневается и в начале второго не может поверить, что она и правда летает, то в конце второго мы четко убеждаемся вместе с ней, что она достойна. А третий. Сюжет с крыльями уже не важен. Да и Элина осталась в том же месте. Она стала стражем и нашла свое место? Нет. Ее просто-то отправили домой с высшим образованием. Самой истории в целом пять радуг из десяти. Накидываю за Нори, Азуру в первой части и Царицу Ночи Библа. Ну вот и все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я очень жду ваших комментариев по поводу истории Элины. И понравилась ли вам вообще эта фея? И какой ваш любимый персонаж из всей трилогии? Не забудь заглянуть в описание этого видео. Там ты найдешь полезные ссылки на мой ТикТок, паблик ВКонтакте и Инстаграм. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Тут должна быть еще Ария Библа. Я слишком люблю Библа. Все, пока.